извиняюсь за ветер начал выкорчевывать провода вот это вот нормально его исполнение его смысле человека просто обрезал штатную проводку и вот такими терминалами соединил все безопасно видно что поворотник и часть называется это вот светодиод какой-то прикрутил дырки просверлил нравится видно да и с поворотника капает вода во первых мне кажется отсюда попадает это уже на выброс плюс гениальный человек просверлил здесь цена на проверить просверлил он или это вентиляция кикается фара поворотник штатная проводка это он будет все вернуть зад тоже взял все отрезал ну ладно я бы легко сливаю воду буду смотреть что может сделать часть заказывать новую поворотник у него был здесь какая-то светодиодная лента все это горело не знаю или у меня вкусы изменили изменились либо порнография сверху он еще вроде бы фонарики вроде круто но вот эти вот которые круглые я думал что это дальний свет или какой-то свет хорошо оптика на самом деле там то ли она зеленая то ли фиолетовая для чего цвет только в основном непонятная она не помогает это первое второе это незаконно это штраф там лампочки менять смотреть что можно с этим сделать чтобы оставить я проверил что закрепился в этот пластиковый в пластиковую эту лодку и это союшу ничего не тепло что смотря другие варианты и когда люди таки ставили на лодку всякие непонятки но это сидел всю теклу в салон с этим почти все забрались пошел по синему проводу так вот прямо вот так он лежит да здесь это он есть черном это наверно сюда идет и скорее всего вот сюда вот тоже все по феншую сделано неизвестно какому это уходит нижнюю фару а это у нас напрямую к аккумулятору и и код еще это в салон к тумблером чтобы включать его мне так кажется это трогать пока не буду вот только вот этот синюю беру потому что всю эту часть я уже отключил только синий уберу отсюда и посыше все работало делаю все не спеша не вырезая все все сразу потому что я не специалист по электрике не хочу чтобы все неправильно сделать что я что-нибудь сделать очень неправильно и потом неопытным будет сложнее разобраться что те что не так отсоединяю поэтому иду методично получу получу аккуратно выкачевываю смотрю чтобы цепь не разрывалась хоть она хоть у меня коротыши есть скоротит включаешь фары стрелка на ноль и все это нужно искать стук сейчас заметил чего это интересно но это тоже другая история будем потом разбираться вот какой кстати заглушенный вакуумный заглушенный что должно быть какой-то реле кстати должно быть видео смотрю здесь какое-то реле здесь что-то должно стоять вон ну с другой стороны то же самое все тут немного подроскинула изоляцию стокова нет она будет проверить ну ладно здесь немного не сложнее но мне как новичку непонятно в общем это у нее земля просто открытие у нас кузова и тут коричневый провод тоже был земли они собрались в этом месте со стоковой проводкой тоже на землю потому что пока что я не знаю куда это ведет вижу что он идет сюда сюда и куда-то внутрь пошла вот потому что я не знающий я его обратно поставлю пока что на это на землю как он и был просто он был здесь соединен да но он также соединялся с этим вместе здесь были желтый провод я вопрос пока сюда временно поставлю чтобы распустить весь этот колхоз и потом когда я почищу все идет концы всю эту черную я пойду внутрь посмотрю куда это идет вот может узнает мне кажется вот этот стоковый провод довольно таки провод толстый такое очень похож тебя нет могу ошибаться лучше на средь куда он идет да ну пока что я не буду его отрезать его поставлен на землю чтобы потому что из моей неопытности до нюансы есть аккуратно не просто всю вырезать и выкидывать а все-таки если не знаешь куда ведет земля значит оставим пока на землю потом будем искать главное разобрать этот весь туннинг туннинг здесь надо будет уже красиво сделать что это тоже пропустил предыдущий хозяина обратно сделать красиво все не смогу видно что он резал лента уже дубовая кстати он прикололся я так полагаю до мной оставил свое наследство моток ленты на дома то еще я не дома то вот убрался почистил убрал эти ужасные поворотники и вообще все эти и скалку осталось только припаять обратно одну сторону в другую сделал решетку пока еще не ставил что будут с фарами разбираться потому что вот кажется вот этот висящий вон это оригинальная проводка и он должен идти в фонарь надо снимать фонари поэтому решетку можно как поставить сами фонари пока не буду стоять сделал тросик тоже здесь очень странно не странно сделано весьма не тросиком он идет от капота до ручки за которые дергаешь капот открывается но дело в том что тросик тросик он впаян сам этот механизм то есть нельзя просто тросик не надо всю ручку этот толкатель меня менять и он меня в этом месте он идет капотом посередине и тресла замену не смог найти а на вторичке они 30 баксов тросик который и ручка 30 баксов это за тросик это многовато сегодня капот открывает поэтому немножко опеля внедрили так что надеюсь гнить не начнет от этого машина как вы думаете в общем да от опеля идет тросик отсюда до самой ручки возле ручки я покажу на фотографии чем и сам жгут этот рукав которым он идет он тоже толще а предыдущий тросик лопнул сам тросик то есть почти лопнул а сам жгут этот рукав черный который идет защитный вот он его разорвало почему-то поэтому просто тросиком замену тросика не обойтись вот что у нас на сегодняшний день есть эти вот лампочки салона снял вот эти поворотники с черепами этого из поворотников я достал с решетки на решетке стоял вот этот баракон тут нужно сдать неплохо так меди разбираемся дальше купил книжку замерите заказывал по ней будем восстанавливать так так